Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным в студии Елена Тиханович. Два часа назад на партизанском проспекте грузовик снес световую мачту. Стол попал на другой, проезжавший больше груз и переградил часть дороги, что спровоцировало огромную пробку в сторону центра. Тем временем любители двухколесного транспорта набирают скорость в рамках проекта «30 дней на велосипеде», а Московский район в преддверии праздничного старта наводит марафет. Обо всем подробнее наш дежурный по городу Григорий Азаренок. Крупное ДТП на партизанском проспекте. Грузовик врезался в столб, в результате образовалась огромная пробка. ДТП произошло в разгар часа пик, когда автомобилисты возвращались в центр из промышленной части города. В этой стороне Минска грузовики частые гости. Однако два большегруза почти в одно время, как участники одного ДТП, это странное совпадение даже для местных дорог. Сначала один грузовик, потеряв управление, въезжает в опору уличного освещения. Та, накоренившись, еще какое-то время держится на весу и через считанные минуты угождает аккурат в другой грузовик. Как результат, многокилометровая пробка, искаженный транспорт и поврежденный столб. Благо, из участников аварии никто не пострадал. Последствия ДТП быстро ликвидировали. Причины устанавливаются. Зацепил опору, которая ведет линии электропередач движения троллейбуса. Она, соответственно, упала, а вторая опора, которую повредили, повредила идущего за этим МАЗом второй МАЗ. Месяц на колесах. В столице стартовала акция «30 дней на велосипеде». Это всемирный челлендж, то есть вызов. 30 дней на велосипеде или бегом. Пусть это будет один километр в день. Важна самодисциплина и единство. Участники акции публикуют фото и видео, устраивают как одиночное, так и массовое катание. Мы приглашаем на выставки велосипедные, которые проходят, и там у нас будут конкурсы. Помимо этого мы предлагаем квесты по городу. Юбилейный марафет. Московский район в преддверии 40-летия обретает праздничный вид. Большой цветник разобьют на пересечении проспекта Держинского и улицы Уманской. А у сквера Прилуцки оформляют так полюбившуюся в прошлом году минчанам красочную цветочную композицию «Жар-птица». Вернутся и цветочные автомобили, и фигурки животных. А в парке Павлова установят новые арт-скамейки. 40 лет южному району столицы исполнится 8 апреля. Всего в сезон весна-лето мы высадим порядка 120 тысяч цветов. С начала года мы уже высадили больше тысячи деревьев. Ну, кустарники, я думаю, тысяч пять высадим тоже с начала года. Ваша информация может стать поводом для сюжета. Звоните нам на телефон горячей линии 029-1-600-700. И помните, в делах большого города не бывает мелочей. А дежурили по столице сегодня Григорий Озаренок и Владимир Слиш. Телекомпания СТВ. Купальный сезон по долгу службы. На набережной Свеслыча сегодня спасали тонущего человека. Правда, пострадавшим оказался профессиональный водолаз. Человек в воде вовсе не страдал, а помогал сотрудникам МЧС отрабатывать свои навыки в преддверии летних заплывов минчан. Для спасения хоть и не утопающего, применили весь необходимый арсенал, включая специальный трос и плод. Как только с рек сходит лед, проводятся тренировки на открытой воде. Спасатели, непосредственно части которых находятся возле водоемов, у них есть специальное оборудование, которое они применяют при спасении на воде. И, собственно, на таких тренировках спасатели отрабатывают как меткость бросания кругов спасательных, концов Александрова, так и различные приемы спасения на воде. На подобные тренировки спасатели выезжают, как правило, раз в месяц. В течение нескольких часов они отрабатывают ситуации, с которыми на практике сталкиваются каждый купальный сезон. В Минске отмечают рост промышленного производства. И не случайно востребованность отечественных продукций растет за рубежом. Наибольшую прибыль в столице получают от продажи техники и оборудования, медикаментов, изделий из дерева, полиграфической деятельности. В подробностях разбиралась Оксана Семашко. Наши тракторы, комбайны и картофелекопалки снискали себе славу незаменимых на полях всего мира. К примеру, одна из столичных компаний 85% отечественной сельхозтехники продает на экспорт в Россию, Европу и Азию. Самое главное для любого предпринимателя – это финансовые инструменты, которые могут предоставить государство для развития бизнеса. И, конечно же, отношение наших государственных предприятий к коммерсантам. Часть продукции надо сбывать, в том числе при помощи, перебегать к помощи экспортеров. Это будет, наверное, очень большая помощь. Вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, увеличение экспорта сегодня на повестке у бизнес-сообщества. На развитие предпринимательской инициативы из городского бюджета в этом году выделили субсидии почти на 900 тысяч рублей. Способствует развитию кооперации и предоставлению льготных кредитов, и выделению площадей. Молодежь сегодня в основном открывает свое дело в сфере туризма, бухгалтерского учета, рекламе и консультациям по налогообложению. Как правило, это небольшое производство, а вот более опытные предприниматели занимаются изготовлением медицинской техники и оптики 3D-печатью. Минский городской технопарк бизнес-инкубаторов – это куб молодежной и социальной службы, для которых мы тоже стараемся создавать достаточно комфортные условия и по аренде, и по вопросам аутсорсинга. В Минске обещают более благоприятную почву для работы бизнесменов. Вскоре им предложат новые комфортные условия. Необходимо такой комплексный документ к стратегии развития предпринимательства. И, безусловно, в нашей стране есть сферы деятельности инновационной, которые могут быть развиты и которые могут быть экспорт-ориентированы. Сегодня в Минске делают ставку на инновации настоящего прорыва. Предприниматели ожидают в таких сферах, как агроэкотуризм и микробиология. По словам экспертов, у наших ученых уже есть наработки по выращиванию медицинских растений. Кроме того, перспективы увидят за роботостроением и кибернетикой. Со стратегией до 2030 года Минэкономики обратится к правительству. Но и это еще не все. Активно идет работа над реализацией, над формированием проекта декрета президента. Еще пяти нормативных правовых актов, указов, которые раскрепостят предпринимательство. Оксана Симашко, Владимир Слеж, телекомпания СТВ. И последнее. В эти минуты в Театре Мускомедии завершается финал проекта «Супермама». Первый выход на сцену со своей многодетной семьей. Десяти участниц конкурса в сумме 40 детей. Это рекордное количество за три года существования премии, посвященной лучшим мамам столицы. Среди участниц – это та, которая родила и воспитала шестерых детей. Зрелищному шоу предшествовали два месяца кропотливой подготовки. Это смены образов, фотосессии, финансовые задачи и шоппинг-квест. Блистательное выступление финалисток – доказательство того, что сегодня многодетная мама – это женщины, которые преуспевают в карьере, воспитывают детей и следят за своей красотой и здоровьем. Мамы, мы работники, мы жены, мы дочки, мы прежде всего женщины. Для меня этот проект очень добрый, очень позитивный. И мне действительно хочется показать, что наши женщины самые-самые-самые лучшие, самые прекрасные. И для тех девочек, может быть, кто сейчас думает о том, заводить ли детей, заводить ли большую семью, как раз, может быть, мы кому-то этим проектом дадим ответ на вопрос. Конкурсантки поразили разнообразием личных и профессиональных интересов среди претенденток на титул «Супермама» – юрист, психолог, заместитель директора по маркетингу, бизнесвумен, визажист, художник и даже офицер спецназа, также с заслуженным званием «Супер». Это все столичные подробности на сегодня. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Елена Тиханович. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!